Мираж 2000 В 1950-х годах и начале 60-х годов военные активно готовились к возможной ядерной войне, предполагая, что конфликты будут короткими и стремительными. Однако реальность локальных войн, таких как конфликты во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, изменила эти взгляды. Выяснилось, что даже самые современные на тот момент ракетоносцы, такие как американский F-4 Phantom 2, после запуска своих ракет вынуждены вступать в ближний воздушный бой, где могли уступить маневренным истребителям предыдущего поколения, таким как МиГ-17. Этот опыт вернул военным осознание важности маневренности и привел к созданию истребителей четвертого поколения, которые стали основой ВВС большинства стран. Франция решила не отстывать в гонке вооружений и приступила к разработке собственного многоцелевого истребителя четвертого поколения. Проект был запущен в 1972 году. За создание самолета взялась фирма «Десолт». Изначально планировалось, что новинка должна стать универсальной боевой машиной, способной выполнять как истребительные, так и ударные задачи, включая функции носителя ядерного оружия. При этом проект был начат и для замены устаревающих моделей «Мираж-3». Французские инженеры решили, что в области аэродинамики не нужно изобретать новое. Схема без хвостка с треугольным крылом оказалась одной из лучших для создания маневренного истребителя. Стоит сказать, что на начальном этапе параллельно было создано два проекта – легкий «Мираж-2000» для бюджетных стран третьего мира и более дорогой «Мираж-4000» с улучшенным вооружением. Однако, несмотря на успехи в разработке и отличные характеристики, «Мираж-4000» не нашел своего места на рынке. К этому времени американский F-15, также предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, уже активно завоевывал мировой рынок. «Мираж-4000», хотя и обладал впечатляющими характеристиками, из-за своей цены оказался просто неконкурентоспособным. Поэтому в дальнейшем основной упор был сделан именно на модель «2000». Первый полет модели состоялся в 1978 году, спустя всего три года после начала работ. Дальнейшее развитие «Мираж-2000» привело к созданию более современной модели, способной конкурировать с новейшими американскими истребителями. Компании The Salt Aviation и Tails разработали программу «Мираж-2005», чтобы противостоять улучшенным версиям F-16, которые получили новое вооружение. Хотя внешне «Мираж-2005» похож на свои предшественники, это фактически новый самолет с обновленными системами. Ключевым элементом модернизации стал многофункциональный радар, способный обнаруживать цели на расстоянии до 130 км, что вдвое превышает возможности предыдущих моделей и позволяет эффективно работать в условиях помех. «Мираж-2005» сравним с F-16 по скорости и боевому радиусу, уступая МиГ-29 в максимальной скорости, но превосходя его по дальности полета, что делает его конкурентоспособным по критерию «Цена-эффективность». «Мираж-2000» выделяется своей обтекаемой формой, в которой крыло плавно соединяется с фюзеляжем. Треугольное крыло с большой площадью – редкий выбор для боевой авиации, однако оно значительно повысило маневренность самолета. В ходе испытаний «Мираж-2000» показал высокую управляемость на малых скоростях и больших углах атаки. Чтобы минимизировать риск катастрофы, впервые была внедрена электронно-дистанционная система управления. Дополнительный аккумулятор обеспечивал управление даже при отказе основной электроники. Крыло самолета имеет стреловидность в 58 градусов, а хвостовое оперение отсутствует для повышения маневренности. Увеличенная площадь крыла позволила повысить подъемную нагрузку, потолок полета и воздушную скорость, сохранив при этом экономичность. Также самолет стал устойчивым на сверхмалых скоростях. Воздухозаборники традиционно расположены по бокам фюзеляжа. Киль был увеличен по сравнению с предшествующими моделями, что дополнительно улучшило маневренность самолета. Высокая прочность конструкции была достигнута благодаря использованию алюминиевого сплава, а некоторые элементы, такие как элевоны, выполнены из углепластика. Первоначально проект не предусматривал установку собственной РЛС для снижения затрат, но позже на самолет была установлена БРЛС, что сделало его автономным и независимым от наземных систем управления. «Мираж-2000» оснащен различными видами вооружений, включая управляемые ракеты «Воздух-воздух», а также ракеты «Воздух-Земля», «Скальп» и «Апача». Самолет может применять бомбы с лазерным наведением, такие как БРЛ-1000, а также свободно падающие бомбы. Оружейная нагрузка «Мираж-2000» составляет 6,2 тонны. «Мираж-2000» прошел множество модификаций, каждая из которых добавляла улучшения, сохраняя при этом основную компоновку самолета. Здесь можно выделить версию «2000D», которая способна нести ядерное вооружение. В конце 90-х годов «Мираж-2000» принимал участие в греко-турецком конфликте, где смог доказать свое превосходство в дуэли против F-16. Самолет также активно использовался в Индии во время Каргельского конфликта, совершив более 500 боевых вылетов, в основном для бомбардировки. Последним значительным применением «Мираж-2000» стало участие в ливийском конфликте. Однако не все эпизоды использования «Мираж-2000» были столь успешны. В 1995 году французский истребитель был сбит сербскими силами при помощи советского переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Французские власти сделали удачный выбор, начав массовое производство серии «Мираж-2000». Благодаря оптимальной цене, надежности и универсальности самолет был востребован в конфликтах по всему миру и заслужил звание неприхотливого истребителя. Субтитры создавал DimaTorzok